Меньше ростом, но не в плечах. Корпус WinGagaya не сильно отличается от армии протестированных нами Middle Tower решений. Да, поддерживаются материнские платы поменьше. В остальном же это потенциальное пристанище для больших видеокарт, высоких процессорных кулеров и даже двух вентиляторных водянок. Прочие достоинства и недостатки корпуса ценой в 36 долларов расскажем только в обмен на лайк. Обычная картонная упаковка хорошо осведомлена о ключевых особенностях устройства, в чем-то даже получше официального сайта. Ручек для транспортировки нет, но и ладно. Комплектация простенькая, что вполне соответствует ценнику. В наличии разнообразные винты, стойки и головка для их установки, одноразовые стяжки и динамик. С первого взгляда понравилась хорошая продуваемость фронтальной панели. Это стало возможным за счет металлической сеточки на большей части ее площади. Она самую малость смещена вправо, внося легкую асимметрию. Настолько легкую, что мы даже и не сразу заметили. Пластиковая же окантовка справляется с отпечатками чуть лучше глянцевых поверхностей. Больше всего разногласий, наверное, вызовет внешность Винга Гая, несколько напоминающая аудиоколонку. А тебе по нраву такой дизайн или нет? Не стыдись, в комментариях. Снимается данная панель очень легко. Имеем 6 привычных защелок. Каких-либо пылевых фильтров под ней не оказалось. Зато унифицированное шасси позволяет смонтировать здесь максимум три 120-миллиметровых вентилятора. Немаленькая ширина обеспечивает поддержку тыльной вертушки диаметром 120 миллиметров, тем более таковая поставляется вместе с корпусом. А широкие отверстия позволяют отрегулировать ее положение по высоте. Ниже имеем 4 слота расширения с двумя типами креплений, индивидуальными и общим, а именно прижимной пластиной с парой винтиков. Ну а в самом низу приютился блок питания. Дышать он сможет без проблем. Съемный пылевой фильтр позаботится об относительной частоте воздуха, а пластиковые ножки высотой 20 миллиметров об его надлежащем притоке. Смягчающие накладки также не будут лишними, главное не потерять их при очередном перемещении системника. Верхняя панель Винга Гая также может похвастать сеточкой на большей части поверхности. Правда здесь она снимается еще проще за счет магнитного крепления. При желании места хватит для пары 120 или одной 140 миллиметровой вертушки. Ближе к передней панели разместились порты, кнопки и разъемы. В их числе один USB 3.0 и переключатель режимов работы тыльной вертушки. Это максимальная скорость 1150 оборотов в минуту, выключена и минимальная скорость в 600 оборотов в минуту. Доступ к портам удобен независимо от места установки системника. Причем как для пользователя, так и для пыли. Вполне привычные боковины представляют собой листы стали толщиной 0,6 миллиметра с ребрами жесткости и креплением в тыльной части. Но во имя современных тенденций левая панель получила прозрачное акриловое окошко. Его вполне достаточно, чтобы рассмотреть кулер, оперативную память, видеокарту и SSD. Главное, чтобы было на что глазеть. Внутренняя компоновка Vingo Gaia аналогична многим более габаритным фирменным корпусам. Отличие заключается в поддержке плат максимум формата micro ATX. В остальном тот же практичный двухсекционный дизайн, отсутствие стоек в передней части и тоннель внизу, чтобы спрятать с глаз долой все, что без подсветки. Ну почти все, в наличии окошко для блока питания, но при закрытой боковине рассмотреть его никак не удастся. Выемка за передней панелью позволяет установить радиаторы своего длиной до 240 миллиметров вместо вертушек. Рядом на поддоне можно закрепить пару 2,5 дюймовых накопителей, но для выполнения данной процедуры придется снимать обе боковины. Впрочем, удобнее парочку SSD будет разместить на тоннеле. Для этого есть два съемных кронштейна. Единственное но, их использование может помешать установке устройств в самом нижнем слоте расширения. При наличии в системе более габаритных 3,5 дюймовых накопителей придется задействовать комплектные прокладки и винты, после чего носители можно зафиксировать в съемной корзине под тоннелем. Длина блока питания может достигать внушительных 180 миллиметров, в наше время этого более чем достаточно. Для радиатора СВО места под верхней панелью недостаточно, здесь поместятся только вертушки. А по длине для пары 140 миллиметров пропеллеров не хватает каких-то 10 миллиметров расстояния. Зато связку 140 и 120 миллиметровых решений сюда можно установить без проблем. По современным меркам тыльный вентилятор очень прост, ни оптимизации лопастей, ни хотя бы парочки светодиодов. Да и внутри него применяется обычная втулка. Рядом на поддоне имеем большой вырез, подарок владельцам больших процессорных кулеров, чтобы их замена осуществлялась как можно проще. И все это сделано не зря, согласно нашим измерениям, сюда запросто поместится башенный охладитель высотой до 165 миллиметров. С габаритными видеокартами длиной до 380 миллиметров проблем также не предвидится. Даже при установке радиатора СВО спереди, какой-нибудь Гулли Верон наподобие нашей 300 миллиметровой GTX 1080, сюда все еще поместится. С процессом сборки никаких трудностей быть не должно. Жесткость конструкции невысокая, но каких-либо негативных последствий от этого мы не ощутили. Да и за поддоном предостаточно место для скрытой укладки кабелей. Металлическая часть боковины частично прячет красоту и гармонию собранной системы, поэтому если комплектующие подбирались с явным акцентом на дизайн, то лучше смотреть в сторону более прозрачных корпусов. Диаграмма All System Load отображает нагрев компонентов после 30 минут теста 3DMark Fire Strike, а System Component Burn демонстрирует температуры после 15 минут нагрузки в AIDA64 и MSI Combustor. Корпус Vingo Gaia тестировался в четырех режимах. Комплектная вертушка на максимальной, минимальной скорости и полностью отключена, а также с дополнительным вентилятором на передней панели, максимальной частотой комплектного и выставленной стопроцентной скоростью вращения пропеллеров у процессора и видеокарты. Во всех случаях тыльная вертушка устанавливалась вверху из-за выступающего процессорного охладителя. Итак, при полном отключении вентилятора самым заметным оказался нагрев SSD и видеокарты. В обоих случаях запуск пропеллера помог отыграть от 3 до 8 градусов, так что при наличии дискретной графики применение комплектной вертушки хотя бы на минимальной частоте крайне желательно. Переключение на большую скорость отразилось уже менее заметно, но при высоких нагрузках такой сценарий использования будет самым оптимальным, особенно учитывая абсолютно комфортный уровень шума. Что касается режима максимальной производительности всех используемых систем охлаждения, то он самый эффективный и шумный, конечно. Но в случае с ATLON 200GE в разгоне до 3,8 ГГц выигрыш не столь значительный, как с видеокартой или SSD. Да и 2,5-дюймовый накопитель лучше всего просто-напросто разместить на поддоне, подальше от нагретого графическим ускорителем воздуха. Сравнительная компактность корпуса Vingo Gaia не помешала ему унаследовать ряд преимуществ более габаритных решений. Это и современная компоновка с поддержкой громоздких комплектующих, и нижнее расположение блока питания, и акриловое окно на боковине, и пылевые фильтры вверху и внизу, и даже отличная продуваемость благодаря сетчатой передней панели и предустановленной тыльной вертушке. Чтобы снизить ценник до 36 долларов, помимо размеров, под нож попала толщина применяемой стали, что несколько сказалось на жесткости конструкции. Также бюджетность выдают мелочи вроде криво наклеенных накладок на ножки. Фронтальный USB 3.0 всего один, хорошо хоть он есть. То же самое с вертушкой. Да, простенькое черненькое 120-миллиметровое решение на втулке, но эффект от его наличия комплектующие ощутили сразу. А больше всего порадовала возможность снизить частоту вращения пропеллера или вообще отключить его при помощи трехпозиционного переключателя возле фронтальных интерфейсов. В итоге корпус Vingo Gaia нам понравился, поскольку при весьма гуманном ценнике он во многом наследует более дорогие и именитые решения. И даже связка с мощной видеокартой сможет чувствовать здесь себя весьма уютно. Спасибо за просмотр, лайк, либо дизлайк, комментарий или подписку. Ну и пожалуйста за видео, заходи к нам еще.